Московское отделение Фонда Рабочей Академии И там прямо написано Прогрессивный и коллективный договор За время нашей с вами беседы Вывешен там этот договор Но на всякий случай я вам дам Сносочку Вот адрес его И посмотреть И другим передать Могу еще дать адрес Кому хотите Так, нет ли у нас товарищей Которые готовы выступить По коллективному договору сегодня Пока нет Я говорю, я готова Но я не хочу говорить на камеру Это неправильно Значит, мы готовим кого С вами Конфлектологов Это что такие люди, закрытые люди Или это люди открытые Которые могут действовать В публичном пространстве Значит, мне Я уже читаю Далеко не первый год Такие курсы И читаю Потому что Сам я ведь Представитель Представитель кафедры Социальной философии Философии истории Но Читаю я здесь Потому что я являюсь Президентом фонда Рабочей академии Я являюсь Консультантом Российского комитета Рабочих Я являюсь Консультантом Правкового Токеров ЗАО Первый контейнерный терминал То есть Эту вещь И эти проблемы Знаю Ну, я так сказать Не из книжек А знаю их В том числе Как Человек, который Занимается Этими делами На практике Поэтому Вот у меня Целый семестр Это половина Можно сказать Моей нагрузки Связаны с работой На кафедре конфликтологии По этим программам А курс, который Вот я вам подготовил Он новый И он готовен Специально для Магистратуры С какой целью? Ну, с той целью Чтобы Наши товарищи Выходящие отсюда Были вооружены Теперь, значит Понятно, что Я тут не могу Вас Заставлять А хочу Вас немножко Поагитировать Вот если человек Хочет научиться Плавать То он должен Плавать Почему? Потому что Ещё ни одного человека Не удалось найти Который бы Читал бы книги Про плавание И слушал бы Мастеров Плавания И научился плавать Вот Наступает такой момент Когда человек Должен поплыть Вот С этой точкой зрения Одно дело Вот нас сидит Здесь Раз, два, три, четыре, пять Одно дело Вы выступаете Среди пяти человек А другое дело Вы выступаете Ну вот На аудиторию Большую Мне приходится выступать На большой аудитории Вот, скажем Последнее моё выступление Было На сайте Опер.ру Вот сегодня Я посмотрел Там 255 тысяч Посмотревших Я хочу сказать Что Если вы Понимаете Что вы Выступаете Перед Ну такой Незакрытой Аудиторией Открытой То у вас Появляется Ну По необходимости Даже в силу Того Вот Чувство Которое Вами руководит Когда вы говорите Не хотелось бы То есть Вами Руководит Желание Выступать Подобающим Образом Не делать Грубых Ошибок Ну Чтобы Схамый человек Вообще Не делал ошибки Я думаю Вряд ли Стоит Такую задачу Ставить Стремиться К этому Можно Но Таких Еще Нет Ни одного Человека Даже Если Это Великие Люди Ну Скажем Маркс Энгельс Они Кто Были Идеалисты Или Материалисты Они Сначала Были Идеалисты Сторонники Идеализма Гегеля Потом Прочитали Сущность Христианства Фейербаха И В одночасье Стали Материалистами А Вот Скажем Ленин Тоже Достаточно Крупный Человек И все Его Был Текст Который Пошел В Работу Это Текст Плеханова А Ленин Написал Замечание К Проекту Программы РСДРП Плеханова Если Вы возьмете Шестой Том Полного Собрания Сочинения Ленина Вы Там Можете Видеть Эту Переписку И В частности Замечание Был Какую, наверное, ставить задачу? Ошибки не должны быть глубинного принципиального плана, желательно. Поэтому, когда человек готовится и обдумывает, тогда он не делает больших ошибок. Что великие, как учили, готовиться к выступлению? Я вам очень рекомендую «Цессерона». Три трактата о браторском искусстве. Книжка вообще интересная, потому что её просто читать можно с удовольствием, как такой прекрасный литературный памятник, памятник прекрасной речи и искусства настоящего. Но там и буквальные рекомендации, как учиться публично выступать. У нас же политические составляющиеся социально-трудового конфликта. Вам придётся убеждать одну сторону, другую сторону, агитировать их за определённые решения, за компромисс определённый и так далее. Это всё требует свободного общения, навыков, свободного выступления, свободной речи. И вы не можете им сказать, что вы не... Во-первых, сейчас такое время вообще открытое. Ну вот, это раньше можно было сказать, вы меня не записываете. Сейчас вот каждый ваш телефон, он записывает, кому написали все адреса. Я недавно, в прошлом году присутствовал, у нас тут есть подразделение Комитета по обороне Государственной Думы. Выступала гражданка Касперская, бывшая жена Касперского, но она работает над проблемами безопасности. По заданиям Министерства обороны Российской Федерации. Она рассказывает про айпады, айфоны, что они вам позволяют, позволяют, то есть не нам, не нам позволяют, а тем, кто их продал, и тех, кто их изготовил, позволяют определить не только точку, в которой вы находите, но и весь перечень ваших контактов и связей и так далее. Что из этого следует? Из этого не следует, что надо их не использовать. Я для себя это выработал таким образом, что вот я нахожусь на веранде, веранда, вы представляете, она вся стеклянная, и мы с вами разговариваем и пьём чай, а люди мимо проходят и видят, что мы пьём чай, и видят, что мы разговариваем. Ну и что? То есть это не должно нас смущать. Я расскажу вам ещё одну ситуацию. Был я в своё время кандидатом в народный депутат СССР по Ленинградскому Национально-Территориальному округу в 1989 году. И один из наших коллег, тоже кандидат депутата Красавин Игорь Владиславович, выступил с идеей, что надо прекратить строительство развлекательного центра в Лисям-Носу. А там собирались сделать, так сказать, какой-то зоопарк и ещё что-то, ну, что привело бы к уничтожению этого комплекса, который там есть. Ну, а я по этому поводу, как кандидат в депутаты по Ленинградскому Национально-Территориальному округу, обратился в ФСБ, к нам туда, в КГБ ещё тогда. Ну, со мной. Мне сказали, вот, приходите, с вами встретиться. Встречает меня товарищ с тоненькой-тоненькой папочкой. И вот мы с ним садимся, он говорит, ну, я хочу с вами поговорить. А можно, говорит, я буду записывать, вот то, о чём мы говорим. И достаёт из этой самой сумочки тоненький-тоненький магнитопон. Настолько тоненький, что я сразу понял, что он, если бы он со мной не говорил, вот, вы видите, у меня тут карман на грудь, карман на грудь, на фидеокер. Он вполне поместится в этот карман. И современные, скажем, средства записи, они позволяют это делать совершенно спокойно. То есть я понял, что все попытки, скажем, от этого, это вообще избежать этого, или вскрыться, или уйти, они ни к чему не приводят, и даже нечего об этом думать. Я исхожу из того, что меня везде и всегда записывают и слышат. Ну, а если так, то, значит, соответственно, я должен говорить, ну, не какие-то гадости, не совершать, так сказать, гнусных преступлений, и тем более замыслы такие не излагать. Вот поэтому для человека, который действительно не связан с террористическими организациями, не собирается, значит, затевать некие преступления, для него этой проблемы не должно существовать. Наоборот, вот есть организации, которые обеспечивают нашу безопасность, и если бы не мы, то им бы нечего было и делать. Поэтому как бы это наши друзья, товарищи. Возвращаясь к тому, что говорил Цицерон. Он говорил следующее. Выговорит своё выступление, напишите. Но не надо читать. Если вы его написали, у вас провалов не будет в выступлении. И вы его положите, и выступаете свободно. И у вас не будет такой ситуации, что вот человек говорил-говорил, остановился, а текста нету, и он застрял. И он, как бы, вот такие люди уходят с трибуны, и они ничего не могут говорить. Поэтому одно дело написать, а другое дело говорить свободно. Я хочу сказать, что опыт мой преподавания показывают. У нас на кафедрах, вот на кафедре политэкономии была такая ситуация. Два человека говорили свободно, заведующий, пешеходов, профессор и я. А остальные писали все лекции. Надо либо лекцию писать, либо книгу писать. Я писал книги и издавал. Соответственно, у меня уже все мои лекции под собой имеют какие-то написанные источники. И в этом смысле это все продумано, и не с кондачка я это дело рассказываю. В частности, вот есть такая большая книга, наша с Федотом, «Введение коллективного трудового спора для заключения коллективного договора соглашения». Вот такой толщины. Она висит на сайте Фонда рабочей академии, там я речу о коллективных договорах. Но если бы я зачитывал эту книгу, вы бы умерли с тоски. Потому что там масса всяких документов, и в этом сложность. Люди останавливаются перед документами, которые они не составили, формы не знают, не знают эти юридические тонкости, и для них это препятствие. А что касается наших с вами выступлений, то вот такая возможность потренироваться у нас редко представляется. Редко представляется. Я еще хочу сказать, что мы организовали специальный университет, даже Фонда рабочей академии, где тоже люди выступают. Но как бы они знают, что их слушает весь мир. В том смысле, что вот он выступит, и он должен, так сказать, когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Вот требования, которые предъявляются в связи с этим. И наоборот, люди, которые между собой щеки, вроде их что-то хорошее говорят, умные, а как только они оторвутся от текста и попадут в другую ситуацию, они именно тогда, когда они в большей аудитории, причем в аудитории, но не такой, как у нас. У нас же с вами учебная сейчас аудитория, мы тренируемся. Какие с нас взятки? Понятие студент, даже если это студент-магистр, это человек, который обучается. Вот если, скажем, я сделаю какую-то ошибку, это как бы не очень хорошо, потому что считается, что я закончил свое образование, профессионал и такие ляпсусы. А если вот студент делает какие-то ошибки, то это, в общем, даже, ну, могу сказать, что, значит, плохой у него преподаватель. Во всяком случае, никакой ответственности непосредственно за это на нем не лежит, просто потому что сам по смыслу обучения, кто такой конфликтолог, вот здесь присутствующий, это конфликтолог в становлении, правильно? Магистр в становлении. В становлении ваше закончится уже буквально в следующем году, а пока вы магистр в становлении. А в становлении, значит, это единство бытия и ничто. Значит, здесь и ничто, и бытие, значит, здесь минусы, и они непосредственный момент самого обучения. Как говорят военные, генералы говорят, я солдат. Так и мы должны понимать, что вот конфликтолог, обучающийся, еще не вполне законченный, еще без бумаги такой магистрской, он все равно уже конфликтолог. Но он в становлении. Раз он в становлении, значит, здесь могут быть какие-то недостатки. К этому надо носиться спокойно и привыкать. И с этого не следует, что я вас чему-то буду там принуждать. Принуждать я вас не буду. А возможность такая у нас есть пообучаться. И я очень рекомендую вам ей пользоваться. Она редкая возможность, потому что, скажем, это организовать довольно сложно. Как вы понимаете, это вот товарищ должен сидеть, это записывать. А другой товарищ должен это выкладывать. А выкладывать это большое количество времени. Скажем, с вечера начал, а утром закончил. Поэтому это, так сказать, большая очень работа, которую мало кто может организовать. Это сложно. Это сложно, но для нас это большой плюс. Если бы у нас такие возможности были другие, и, допустим, сказали, я не в этом месте, а в другом месте это сделаю, это да. Но возможностей таких просто мало. Но что касается, скажем, меня лично, поскольку я тоже был моложе и лучше в своё время, я помню, что первое выступление просто страшно мне было. Никто не слушает. Я что-то там бормочу, читаю там свой доклад. А люди там, я уже весь красный. Не знаю, то ли убежать, то ли бросить, то ли плюнуть и так далее. Ну вот сейчас мы сделали такой общественный университет фонда рабочей академии, и там занимается очно и заочно более 600 человек. Ну, конечно, люди, когда первый раз за ним выступают, они выступают довольно робко. Но иначе никак невозможно этому научиться. Невозможно. То есть нужно к этому привыкать, и это в жизни пригодится. Иначе мы будем наблюдать такую картину, которая была вот с тем же самым Хрущёвым. Пока он читает, всё нормально. Ему подготовили, сверили. Как только отступит, так понесётся полную околесицу. Или этот самый Брежнев, который... Дорогая Индира Ганди. Ему говорят, так это не Ганди, это Ижи Течер. А написано Ганди. Ну, это немыслимо было. И я наблюдал это на уровне секретарей парткомов, которые имели помощников. Помощники написали текст, а эти уже ничего не соображают, они только зачитывают. И тогда реальными деятелями были не те люди, которые выступали, а те люди, которые писали. И появились такие люди, которые говорят, я озвучиваю текст. Ну, то есть диктор, что ли. Я озвучиваю. Значит, кто-то написал, а я озвучиваю. То есть я с кем беседую, собственно говоря. Что можно дальше... Какие могут быть разговоры, и какие аргументы могут быть с теми, кто не могут свободно говорить. Ну, а если это конфликтолог, ему ещё приходится и к одной, и к другой стороне обращаться, то он, конечно, в самом таком сложном положении, и он должен к этой стихии привыкнуть по смыслу с такой специальностью. Если я физик, мне это совершенно не надо. И химик не надо. Вот в советское время, и это мы чувствуем и сейчас, сейчас скажу, почему. У нас все... Вот здесь же был экономический факультет, кафедра физикоэкономик, там на доцента и профессора было порядка 800 часов в год. А на политической экономии, вот она в уголке была, 450. Так и осталось традиционно, хотя уже у нас не советское время. Что имелось в виду? Имеется в виду, что вот эти люди с кафедры общественных наук, они выступают на предприятиях публично. А раз они выступают публично, им здесь нагрузку уменьшали, уменьшили. У нас уменьшена нагрузка и сейчас. Вот 450 у меня, а у моих коллег, которые раньше были там на каких-нибудь отраслевых и прочих специальностях, 800 с лишним. Но вот такой практики уже нету, потому что мы нигде не выступаем. Как правило, нас никто особенно и не зовет. И никто особенно не ждет. Хотя весь смысл специальности конфликта логической как раз в том, что вы войдете к людям и будете с ними беседовать, и спорить, и убеждать. И спорить, и убеждать, и надо, конечно, к этому готовиться. Так, не будем на этом больше останавливаться. Значит, кто у нас пожелает, есть такая возможность, он выступает, кто не пожелает, естественно, никаких таких мер, что, дескать, заставлять кто-то вас будет, конечно, не будет. Другое дело, что если люди выступают, то я это уже учитывать буду и при оценке общей. Потому что если человек уже в ходе работал, то нельзя все сводить к тому, что я вам задам два вопроса и по ним только буду оценивать. Я буду оценивать наши с вами обсуждения, дискуссии здесь, которые идут. Вот нынешняя тема, которую я взял для очередной лекции, это коллективные переговоры. Она как раз носит такой очень острый характер с учетом нашей остановки вопроса, что политические составляющие социально-трудных конфликтов. То есть, с одной стороны, речь идет о переговорах двух таких обычных сторон. Это работники в лице их представителей, мы этот вопрос уже обсуждали, это или профсоюзы, или избранные представители, и работодатель тоже в лице или генерального директора, или назначенных лиц. Вот есть два субъекта. Но мы-то с вами не забываем, мы с этого начинали наш курс, что это представители двух, на самом деле, противоположных классов. Противоположных классов. Причем один класс стремится на это свое классовое господство увековечить навсегда. Или вы, наверное, знаете, есть такая специальная работа Фукуямы, которая называется «Конец истории». Не в том смысле, что все закончилось, что все умрут, а в том смысле, что движение от формации к формации все закончилось на капитализме. Вот высунулись некоторые страны в социализм, ну, у них разрушился, и вот сейчас последняя стадия капитализма. Потом Фукуяма от этой своей мысли отказался публично. Но книга-то осталась, и сторонники остались Фукуямы. И эта идея о том, что капитализм – это вечная фаза человечества, она, ну, я думаю, что она во всяком, по крайней мере, в любой буржуазной стране имеет на своей стороне большинство. Правильно? Даже с точки зрения представителей теории исторического материализма. Исторический материализм говорит, что идеология относится к сфере общественного сознания, общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, то и общественное сознание в целом буржуазное. То есть основная масса людей, большинство в буржуазном обществе имеет в голове идеи буржуазные, а вовсе не противоположные, не пролетарские. Ну вот, если мы смотрим на эти переговоры, то встают несколько вопросов таких политических. Можно вас, я прошу прощения, что перебью? Пожалуйста. Все-таки интересно, раз в свете того, что вы вспомнили лидеров ушедшего советского государства, какие они из себя были у Куяма, я уже не могу не спросить. Вот как вам кажется, в какой момент советский социалистический эксперимент повернул не туда? И в чем же была такая основная, сущностная... Значит, мы с вами когда начинали наш курс, мы его начинали вовсе не с советских времен и не с позиций тех или иных советских деятелей, а с теорией классовой борьбы. Кто ее разработал? Ее разработали французские буржуазные историки, Тьерги, Минье и Езо. То есть вот наступил такой момент в истории Советского Союза, когда руководство партии решило, что классовая борьба прекратилась. То есть она прекратилась не только практически как бы, а и теоретически. А если она теоретически прекращается, а необходимость в ней остается, то это идет для сдачи позиций одной стороной. И, так сказать, не какой-то там разгром внешний, а разрушение прежде всего изнутри. Поэтому, скажем, настаивать на том, что вот Советский Союз разрушили там американцев, или какие-то злые люди, которые там были, или там вот были у нас такие кооператоры, подпольные корейки, которые тоже были в Советском Союзе, что они вот это все разрушили. Надо сказать, что это, я думаю, неправильная позиция. Правильная позиция состоит в том, что лидеры партии перед лицом или вследствие гигантских успехов, которые, как говорится, все признают, никто, это невозможно не признавать, потому что берите экономические показатели и смотрите. Они решили, что на этом классовая борьба прекратилась. Ну, если вот, скажем, огромная партия, 18 миллионов человек, и рабочий класс, и советская интеллигенция, которые должны вроде бы как осуществлять спокойно. Классовая борьба же – это не значит, что один, так сказать, с мечом или с другими видами оружия нападает на классовая борьба, в идеологии идет. В том числе классовая борьба состоит в том, чтобы изучить первоисточники, а не читать плохие учебники. Классовая борьба состоит в том, чтобы посвятить свое время фундаментальным работам, а не перескать, а не ссылаться на словари. Потому что словари имеют такой недостаток, что они частичцы какого-то разрезанного организма и сложенного по принципу А, Б, В, Г, Д. Если так на человека смотреть, то вот до Р дойдем, будет рука. Букву Г – это когда будет голова и так далее. И это хорошо все для анатомического театра и медики. Так они все косточки наши знают и разбирают, и они эти трубы разрезают, и это все необходимо, потому что лучше, если я попаду в больницу и будет хирургическая операция, лучше пусть он 20 трупов порежет, потом менее. А не так, что разрежут, скажут, а где у него телезенка, у коллеги спрашивают. То есть это все нужно, полезно, необходимо, но надо понимать, что это не наука. Я даже более могу сказать, что никакие крупные ученые никогда словарей не писали и учебников. Мы назовем, наверное, только учебник геометрии Эвклида, и, может быть, вот словарь далее, потому что там наука совпадает, вот филология наука совпадает прямо с исследованием значения слов. А можешь себе представить, учебник написал Ньютон? Нет. А написал Эйнштейн? Нет. А Тимиряев написал? Нет. А вот Менделеев? Он таблицу Менделеева составил. А есть словари, которые пишут люди, которые ничего еще не сделали в науке, или большого, крупного не сделали? Вот они пишут не особенно глубоко, для тех, кто и не будет изучать особенно глубоко. К сожалению, вот если мы будем оценивать ситуацию, которая сложилась к 61-му году, она вот этим охарактеризовалась. Дело-то не в том, что тут Хрущев выступил и прогласил отказ от теории класса борьбы. Раз. А диктатура Бортията, которая главная в марксизме, вот Ленин даже по ней проявлял колебания, я сегодня об этом рассказывал, но поколебался, и все-таки он вернулся на эту точку зрения. Ну, партия, которая отказывается от диктатуры Патриата и классовой борьбы, она говорит как бы... Делает примерно то же самое, что Троцкий делал во время Брестского мира. Помните, какая была позиция Троцкого? Армию распускаем, мир не подписываем. А поскольку ему было поручено правительством этим заниматься, то вот он какую позицию занял на переговорах, но с этим немцы и считались. Они, правда, очень удивились этой позицией и решили сначала поколебались, а потом пошли сразу в наступление. Армия вся уходит, русская, они двигаются и забрали всю Украину. В связи с этим Ленин и Сталин собирали седьмой съезд. На этом седьмом съезде ни Ленин, ни Сталин не были делегатами, потому что съезд должны... Собирали по одному вопросу. Подписывать мир? На худших ужил условий, гораздо более худших, чем вот предлагалось Троцкому. И должны этот вопрос были решить люди с мест, а не люди из центра там. Не Ленин, не Сталин, не другие руководители. А вот, так сказать, люди, которые приехали прямо с фронтов, из мест, и на нем выступал, например, товарищ Бухарин, и говорил, что, ну, раз Ленин говорит, что я уйду тогда со всех постов, если мы не подпишем, ну, значит, обойдемся и без Ленина. Дзержинский, которого все знают как-то твердого и последовательного, ну, знают, потому что, может быть, не всегда смотрят. Я, например, читал стенограммы, они что про него скажут. А в стенограммах вы всегда увидите не только положительное, но и отрицательное, если он есть. Вот Дзержинский говорит, я вообще-то с Лениным не согласен. И в другое время, ну, пусть бы он и уходил. Но если сейчас он уйдет, а Ленин сказал, я тогда ухожу из ЦК и обращаюсь к низам партии. У нас, говорит, есть здоровый ребенок, вот у нас вот есть сейчас власть, а мы сейчас ее отдадим и в угоду, так сказать, кому-то бросим, так сказать, Россию в топку мировой революции. Вот что ему предлагали. Я, сказать, вот это мировая революция, а идея была такая, что мы должны, мы народ менее культурный, это было у левых коммунистов, таких бухаринцев, что мы должны зажечь мировую революцию, она тогда всех спасет и нас спасет. Правда, нас уже не будет. Потому что, как вы понимаете, тут просто шла немецкая армия, и она наступала без сопротивления. После этого, когда было принято решение мир подписывать, сопротивление тоже не могли оказывать, мир подписали на гораздо более худших, но и не забыли о мировой революции. Не забыли в том смысле, что как только в Германии началась революция, так тут сразу же был денонсирован этот самый Брестский договор. Сразу этот договор был денонсирован, и мы перестали репарации платить и начали обратно возвращать эти земли. Но до этого мы их соблюдали. Самый ужасный, унизительный. Его даже называли, все называли похабным миром. Социализм в отдельно взятом государстве это приоритетнее, да, чем мировая революция? Социализм не в отдельно взятом государстве, а мировая революция, согласно теории Ленина, которую не знают. Я, скажем, решил для себя и уточнить вот последний год, поскольку мне на эту тему пришлось выступать публично. Одно дело, я имею свое мнение, и я могу своим родственникам и знакомым сказать, другое дело, когда публично это люди начнут проверять. Вот я обращаю ваше внимание на две работы. Называется одна «О лозунге Соединенных Штатов Европы», а вторая называется «Военная программа пролетарской революции». Вот в этих двух работах Ленин пишет о том, с чем он с Марксом и Энгельсом не согласен. Это, я думаю, не является ошибкой Маркса и Энгельса. Там Ленин говорит, что Маркс и Энгельс считали, что революция произойдет сразу во всех передовых странах, в группе передовых стран. Ну, например, вы можете взять немецкую идеологию, там это я вот преподавал, ее тут несколько лет. Семинар он был по немецкой идеологии, Маркс и Энгельс – немецкая идеология. И там прямо говорится о том, что она может быть действием только пролетариата всех крупнейших передовых стран капиталистических. А Ленин говорит, что в условиях империализма, о этой стадии не видел ни Маркс, ни Энгельс, монополистического капитализма, неравномерность развития, характерная для товарного хозяйства, она превращается в неравномерность развития стран. И поэтому никак не может быть, чтобы одновременно созрели условия для революции сразу во всей группе стран. Поэтому мировую революцию, особенно вот в книге о лозунге Соединенных Штатов и Европе, прямо говорится, мировая революция должна пониматься так. Это длительный период, острейшие классы борьбы, революции и контрреволюции, и контрреволюции в различных странах, в ходе которого постепенно одна за другой страны переходят к другой общественно-экономической формации. Я в качестве иллюстрации сейчас кое-что вам покажу. Это раз. Второе. Второе. Военная программа пролетарской революции. Там Леонид говорит, что невозможно и не может быть такого в условиях империализма, чтобы условия созрели сразу в целой группе стран, что это только может быть поочерёдно, и поэтому первоначально в одной отдельно взятой стране. Что Маркс и Энгельс были правы для капитализма свободной конкуренции, для низшей фазы развития капитализма, но они не правы, если это переносить положение на империализм. То есть на ту фазу, в которой тогда капитализм и существовал. И это люди даже и не знают. Очень многие. Теперь, если мы с такой точки зрения посмотрим на то, что у нас происходило, вот мы эту цепочку и увидим. То есть как эпоха современная, согласно Ленину, называется эпоха пролетарских революций, диктатура пролетариата. Значит, появилась сначала революция в России, потом эта революция отстояла себя и в гражданской, в Великой Отечественной войне Советский Союз. Причём с фашизмом вообще-то сражаться могли и сражались, в том числе и буржуазные государства, такие как, вполне антикоммунистические, такие как Англия и Соединённые Штаты Америки. Но мы должны понимать, что основную тяжесть вот этой борьбы выезжал Советский Союз. Более того, закрыт был даже и Коминтерн. И тут целая группа образовала социалистические государства и мирные революции в Европе. Мирные революции в Европе, мирные революции при большой поддержке, конечно, Советского Союза и гарантии, что кровь там никто не прольёт, если стоит Красная Армия в Чехословакии. Мирная революция в Чехословакии в 1939 году. Как она произошла? Она так и произошла. Она была вооружённой, потому что вышли представители рабочей милиции. У рабочих на заводах в Чехословакии было оружие в шкафчиках, там, где у них одежда. А в правительстве было три коммуниста, а остальные – представители буржуазных партий. Буржуазные партии решили, как всегда бывает в буржуазной демократии, выйти из правительства, чтобы она упала, и чтобы уже больше без коммунистов в следующий раз создать. А коммунисты призвали выйти трудящихся на улицу. На улицу вышли члены рабочей милиции, части, которые оказались, так сказать, верны министру обороны и частям безопасности. И совершилась мирная революция. И посмотрите, Болгария, Румыния, Польша, Югославия, там целая куча государств. Потом в Советском Союзе у нас произошло разрушение, у них сожжение социализма, но в Китае это не произошло, и в Корее не произошло. Более того, на сегодняшний день на Кубе произошла революция уже в 1957 году. Восстание с конца 1956-го… Ну, я понимаю, я говорю, когда она произошла, а не когда она начиналась. она начиналась, восстание, пока она завершилась. Значит, во Вьетнаме, вы, наверное, знаете, что Вьетнам очень давно вел свою борьбу. Надо сказать, что вот эти социалистические страны… Социалистическая страна ведь называется не страна, в которой построен социализм, а страна, в которой установили основную диктатуру подряд, и она и находится в переходном периоде от капитализма к коммунизму. там Вьетнам, Лаос, это уже тоже… 75-й год. 75-й год. Это тоже социалистическая страна. Если мы начнем считать, сколько народу живет в социалистических странах, то если считать, что в Китае миллиард 380 миллионов, в Корее 25 миллионов, во Вьетнаме 90 миллионов, и Вьетнам социалистический, при поддержке Китая и Советского Союза, победил Соединенные Штаты Америки в очень кровавой войне. Собственно говоря, вот большую войну Америка провела одну и проиграла. А социалистическая страна Вьетнама эту войну выиграла, поэтому они уважают Вьетнам. Сейчас вот приехал Трамп в Вьетнам. Да, вот только что. В Китае же был когда у него там в Вьетнаме. Да. Слушайте, ну а как объяснить тогда, что подмогу подались данные с Вьетнамом? Вот я вам рассказываю, вот как пока история идет вот так, как у Ленина написано вот в этих работах. Не так, а как у Ленина написано вот цепочка революции и контрреволюции. Причем на Востоке ситуация такая, что вопрос революции там связан с вопросом национальной независимости. Эти страны без социализма, без революции, они все были колониями. И Вьетнам, и Китай, и Корея, и Лаос. Поэтому для них вопрос это вопрос о существовании самостоятельного государства. Вот я был в Северной Корее, они рассказывали, что капиталисты корейские, их по миру много разбрелось, они поддерживают Северную Корею деньгами. Почему? Потому что это, так сказать, ну, это национальное, так сказать, государство. А Южная Корея это оккупированное американцами государство. Поэтому они Южную Корею не поддерживают. Вот такая картина. Вывод. А теперь что произошло на 22-м съезде? На 22-м съезде было провозглашено, что диктатура патриата не нужна, классовая борьба прекратилась, партия не должна быть уже классовой. То есть полная сдача всех позиций. Ну и, соответственно, если имеется борьба противоположности, одна сторона складывает все свое оружие, в том числе идеологическое, приходит к власти другая сторона. Вот и все. Ничего такого особенного там не произошло. Еще была такая вот отрицательная заслуга Хрущева, которая состояла в том, что, дескать, социализм в СССР победил полностью и окончательно. То, что он полностью победил, это правильно. А вот окончательно, ну как может в борьбе противоположностей как победить окончательно? Нет такого, в истории нет такого, чтобы можно было сказать, что это окончательно. То есть ничего делать не надо. Хотя есть такие случаи, когда что-то окончательно. Вот капитализм не может превратиться в феодализм. Не может. То есть в этом смысле вот буржуазная революция победила окончательно. Можете себе представить? Все, вот я сейчас начну записывать все эти дворяне, и мы сейчас быстро тут вот... Вы не согласны в этой дворянке? Так, так, так. Потом начинаем записывать крепостные крестьяне. Что-то никто не хочет. Ну, а без крепостных крестьян нету дворян, нет феодалов. То есть это великое завоевание человечества, можно сказать. Причем это мы смотрим объективно-исторически на этот процесс, а не по принципу, что нам нравится, что нам не нравится. То есть личная зависимость исчезла. Ее не вернешь. Невозможно ее вернуть. Ни в Африке вы не найдете феодализм, ни на Ближнем Востоке. Там даже есть и мир, и короли, и прочее. Ну, это там тоже уже капиталистические страны, в которых остается это украшение. В Англии есть королева. Это даже лучше, чем просто Эрмитаж. Вот она там живой театр, она ходит, на это деньги выделяются и так далее. Надо же понимать, что она никакой роли в политике вообще не играет, играть не может, потому что премьер-министр пишет эту речь, он зачитывает от имени королева. Королева там фигура такая же, как в шахматах, не больше того. То есть всё, что происходило в последнее время, происходило вот по этой теории. На сегодняшний день при социализме живёт полтора миллиарда человек. Если вы считаете, ещё прибавим и Кубу, и Лаос, 90 миллионов. Это же совсем другой социализм. Это не совсем другой социализм. Это переходный период. Если вам я расскажу про переходный период в России, там вы увидите у Непманов большие были деньги. Можно было иметь три, трёх работников легально, законно. Поэтому о чём вы говорите? А как вы понимаете, переходный период-то иначе? Ну, в Китае вообще много всего. Там миллиард 380 миллионов человек. Почему вам кажется, что это много этих миллиардеров? Это немного. Это нормально. Сколько там государственный сектор? 25%. 55. Неправильные у вас данные. Есть такой... Газеты ведомости. 16-й год. Не читайте газету ведомости. Читайте газету российскую, правительственную нашу. В правительственной газете есть вкладыш, дыхание Китая, издаёт радио Китая, они дают данные. Более того, вот я хочу вам показать, что наша российская газета, учитывая, что сейчас она спастись России может, только соединившись с Китаем, вот так, вот сегодняшняя газета, посмотрите, вот 19-й съезд КПК, вся страница. Ну, с чего бы это? И дальше 19-й съезд КПК. Это российская газета, газета нашей буржуи. А почему? Это тоже легко объяснить, потому что это тоже новые условия империалистического развития. Когда мир расколот на две противоположные системы и США проводят политику фашизма на экспорт, то есть уничтожают одну сторону за другой. Уничтожают какую сторону? Социалистическую или буржуазную? Они же уничтожили буржуазную демократу, буржуазную Ирак. И он был светским, а после этого возник ИГИЛ. Потом они уничтожили Либию, какую? И разорвали там на части президента, на куски буквально разорвали. И теперь это понятно и Путину, и Медведеву, и всем остальным лидерам всех государств. Никто не хочет попасть в эту ситуацию. И что они делают? Они начинают двигаться в сторону социалистических стран. Появляются такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества. Кто там вошел? Крупные такие государства, как Индия, в которой еще миллиард триста. Пакистан, который конфликтует с Индией, но он тоже туда пошел. Потому что спасение одно. Иначе... Посмотрите, как себя ведут США в Европе. Вот захотела Болгария провести газопровод. И наши товарищи Путина и прочие надежды питали, что мы будем газ продавать и хорошо будем, здорово жить. Начинают блокировать, так сказать, строительство газопроводов. Турции мешают, мешают. Болгарии запретили. И при всем их настрое положительное... Кто такой Болгария сейчас? Ничто. Она никакой роли не играет в полиции. Поэтому спастись капиталистическим странам, крупным, новым, крупным странам, такие как Бразилия, Южная Африка. А вот они в Брикс. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Сауф-Африка. То есть, знаете, какой... Это же не договор. Никто никаких обязательств по военной помощи не берет. Никто ничего никакого там между ними не имеет. Интеграция слабая. Не слабая. Не слабая. Почитайте выступление Трампа. Он говорит, Ким Чен Ын, после того, как и Китай, и Россия заявили, что они не потерпят такого отношения, надо договариваться, что три пункта. Риторика. А что он поменял? Говорит, я-то хотел бы с вами подружиться. Вот. Зачем вы меня называете старикашкой? Я же вас не называю маленьким и толстым. Совсем другое. Почему? Ну, потому что военный потенциал США гораздо меньше, чем Россия и Китая. Потому что между Россией и Китаем паритет, а Китай как бы был не в счёт. Как вот сейчас идёт Корея, не в счёт. Она без разрешения, так сказать, развивает своё. И Путин сказал в Сямэне, что ну вот вы поймите, почему так себя ведёт Канадыра. Они посмотрели, что получилось с президентом Ирака. Президент Ирака согласился, что надо не использовать оружие массового поражения, положился на вас. А вы прилетели и уничтожили и государство, и президента повесили, и внука его застрелили. И теперь, говорит, в Корее, насмотревшись на это, они траву будут есть, но они будут создавать своё ядерное ракетное оружие. То есть это люди понимают. И это понимают, то есть это не вопрос о социализме и капитализме, это вопрос о выживании капиталистических стран. Сегодня капиталистические страны в современном мире, кроме, так сказать, США и его прямых сателлитов, видят в одном, присоединятся туда поближе к Китаю. Скажем, нам делают санкции. Говорят, вы ничего у нас не купите, а мы всё купим в Китае. Вы ничего не продадите, мы всё продадим в Китае. Мы продавали, сюда продаём. Они всё съедят, потому что там огромный рынок. Поэтому сейчас невозможно, так сказать, изолировать Россию, благодаря чему? Благодаря тому, что есть вот такая мощная страна. Поэтому, несмотря на... Вот, пожалуйста, конечно, постоянный комитет, конечно, политбюро Китая, всех фотографируют. Как будто вот открываешь, я такое открываю, как вот такую газету я видел в 60-х годах. Чтобы вот всё красное, думать, а почему посвящено выступление? Семена, как будто он наш, генеральный секретарь. То есть я хочу сказать, что это, ну вот, суровая, так сказать, действительность, которая подтверждает то, о чём шла речь. Вот так надо понимать мировую революцию. Не в том смысле, что она вот так. Всех соберутся и раз, и вот, и будет всеобщий праздник. А надо её понимать примерно так, что вот сейчас, поскольку темпы роста у Китая значительно больше, чем у США, 6,7-7,2. А у США 2,7-х. Значит, без всяких потрясений и революций соотношение сил в пользу Китая увеличивается. Они скоро займут первое место по уровню ВВП. Это уже все прекрасно понимают. Ну а путём, так сказать, присоединения вот этих крупнейших государств совершенно всем понятно. Тем, кто умеет считать, Трампу посчитали и сказали, не надо тут задираться, потому что там никаких перспектив при такой ситуации нет. Вот так можно понимать. Не в том плане, что как исчезла классовая борьба, но не надо её примитивно понимать, что обязательно, скажем, вот немедленно превращается что-то буржуазное в социалистическое. Вот Китай, например, он проводит такую политику, что у нас один Китай и две системы. Ну в Тайване-то какая система? Буржуазная? Буржуазная. Он что, возможно, в принципе, военным путём уничтожить Тайвань? Возможно. И понятно, что это приведёт к чему? Не к чему хорошему. Поэтому, если вы считаете, что у вас передовая система, если вы считаете вот в условиях Китая, что у вас общественная собственность более прогрессивная, она будет развиваться быстрее, и капитализм будет отступать. Но он пусть тоже поднимает. Экономика, если развивается, это же хорошо. Рабочий класс больше. Там же вручную всё делается в Китае. Там очень много ручного труда. То есть с точки зрения экономической продвижение в область капитализма для неохваченных каких-то областей есть прогресс. И зачем этот прогресс тормозить и сразу перепрыгивать через эту ступень и там делать социализм? Вы делаете там, где есть крупное производство, где уже промышленность для этого созрела. Поэтому, отвечая на ваш вопрос буквально, на 22-м съезде, не просто Хрущёв, и руководители партии проголосовали единогласно. Это говорит о том колоссальном падении вообще, так сказать, такой подготовки научной. То есть все, видимо, думали, что есть Сталин, можно его слушать и делать, что он скажет. А вы что делаете? А вы изучать собираетесь? А то, что делалось в наших высших партийных школах и в Академии общественных наук, это просто был рассадник контрреволюции. И более того. Возвращаемся мы к нашим делам. Значит, вот у нас такая же картина. Вот мы можем с точки зрения политической сказать, вот есть два класса. Есть буржуазия, есть рабочий класс. И вот их представители на одном предприятии, на одном заводе вступают в переговоры. Мы должны понять, каковы границы этих переговоров, и должны понять, нужна ли здесь борьба на уничтожение. Вот всякая противоречия есть единственная борьба противоположности. Если речь идёт о борьбе за переход капитализма в коммунизм, то здесь однозначно он закончится, этот переход, тем, что вместо господствующей буржуазии будет господствовать рабочий класс, и кто не работает, тот не ест. А сейчас, неужели в предприятии сегодня капиталистическом надо поставить вопрос так, а раз вы такие-таки капиталисты, у вас прибавочная стоимость, будем с вами сейчас биться на смерть. Вы можете биться на смерть на одном заводе? Это смешно. Поэтому, значит, надо видеть рамки этого дела и находить варианты, которые, с одной стороны, выгодны капиталистам, поскольку они дают им прирост прибыли, а с другой стороны, они выгодны рабочим, поскольку они, во-первых, прирост зарплаты им дают, раз, улучшение условий труда, два, и обучают их тому, что нужно на тот случай, если они когда-нибудь придут к власти. Потому что не могут прийти люди к власти, которые ничего не умеют и ничего не могут организовать. Если люди не могут организовать забастовку и навести порядок у себя на одном заводе, ничего они не сделают в масштабах страны. Они будут такой лёгкой добычей для всякого рода политических спекулянтов. Поэтому одно дело рабочий класс, так сказать, в себе, то есть он потенциально по своим интересам, заинтересован в построении полного коммунизма. А другое дело для себя. Вот почему Маркс вставил. Надо превращение рабочего класса в себе в класс для себя. Для себя это значит, что он должен, так сказать, стать господствующим, а для этого он должен проникнуть и в понимание интересов и бургазии, и своих интересов, и в их борьбы, и ввести линию на то, чтобы можно было, и передовой класс взял верх. Вот в этом смысле Октябрьская революция, которую мы отмечали здесь, вот в Ленинграде, она вот выполнена ювелирным образом и бескровным, по сути дела. Вы посмотрите, вот буржуазная революция в Петербурге, чем закончилась в Петрограде? Она закончилась большой кровью. Больше тысячи человек погибло, и они у нас на Марсовом поле захоронены. Где захоронены жертвы Октябрьской революции? Нигде. Ну, я могу вам сказать по секрету, потому что я вот живу в таком районе, где есть лесотехническая академия, и в ней я набрёл на две или три могилы участников Великой Октябрьской социалистической. И всё. Нету никакого кладбища. Нету никакого. Да и не могло быть, потому что вот эта работа по разъяснению позиций, по организации, она велась не тогда, когда власть возьмём путём восстания, а восстание состояло в том, чтобы вот те советы, которые уже были созданы, они кем были созданы-то? Они созданы были рабочими в пятом году, потом они были созданы вновь в семнадцатом году. Съезд советов первый. Кто собирал? Большевики? Нет. Меньшевики и сыры. Вот очень мы в интересном месте с вами находимся. Вы, наверное, знаете, что Академия тыла и транспорта передала свои издания нашему университету. А на кадетской линии находится тот дом, который раньше назывался Съездовской, потому что там прошёл первый съезд советов, кстати, отнюдь не большевистский, на котором большевики были в крайнем меньшинстве. Но там Ленин на вопрос, или по вопросу о том, что нет такой партии, которую готова взять власть, встал и сказал, что есть такая партия. Вот этот дом теперь и находится у нас, в университете. И только там пока ещё и ремонт не проведён, и ещё он не используется, но это вот, так сказать, то, что находится у нас в расположении. То есть не большевики. А кто был председателем, скажите, пожалуйста, Первого совета Петрограда? Не знаете? Сказать, сказать, Керенский. Не правительство потом, а то Керенский был даже. Причём вот есть такая книга, «Сорок бесед с Молотом». И в этой книге рассказывают, как два члена бюро ЦК большевиков, Шляпников и ещё один. Приходят к Горькому, чтобы узнать, что происходит. А Горькому говорит, «Чё же вы ничего не знаете? У нас создан Совет рабочих депутатов». И вот они пошли в Таврический дворец, и Керенский вышел, их провёл и посадил. Вот большевики пришли. Поэтому это не затея, так сказать, только большая, это народная затея с советами. Вот советы были созданы, большевики обеспечили только то, чтобы именно эти советы приобрели власть. И сразу сделали то, что требовало крестьянства. Что и Сера обещали, а большевики провели советскую власть. То есть дали землю крестьянам и дали мир народам. Поэтому вот мир, прежде всего, и закончили это мировое убийство большевики. И Краснового отпустили. Всё временное правительство отпустили. Всех отпустили после ареста из Петропавловской крепости. А Красновов лично пообещал Ленину, дал слово офицеру, что они не будут поднимать кого бы то на борьбу с советской властью. Но нарушил слово офицера и началась гражданская война. Возвращаемся к нашим делам. Вот всё это мы должны иметь в виду. Но когда речь идёт о переговорах на предприятии, надо понимать, что здесь никак не стоит цель избавиться от эксплуатации. Но не можете вы на переговорах на предприятии избавиться от... Сколько раз вы политически не взглядывались в этот процесс, и вы можете сто раз констатировать, что вот есть капиталисты, у них прибыль, прибавочная стоимость, а у вас заработная плата, то есть это цена вашей рабочей силы. Но вы не можете ставить здесь и соответственные конфликтологи, которые разбирают эту проблему, это противоречие. Что должны делать? Мы должны видеть, о чём здесь может идти договорённость в рамках тех переговоров, которые предусмотрены законом. Вот поскольку закон есть воля господствующего класса, то то, что написано в Трудовом кодексе, есть ведь отдельный раздел коллективные переговоры, а есть раздел коллективные трудовые споры. Но вот есть люди, которые думают, что можно переговорами всё решить. Для этих людей государство выделило целый период. Какой? Сколько времени? Государство записало в этом законе в разделе коллективные переговоры, что представители работников освобождаются от работы и должны сдать приказ работодатель с оплатой посредними для ведения переговоров на срок до трёх месяцев. А если срок кончился, ещё есть желание у сторон продолжать. Тогда вот этих лиц надо поменять, которые от работников, других, но вот одних и тех же больше, чем три месяца держать на вот этой работе по разрешению конфликта и держать споры нельзя. Это ещё спор, здесь конфликта нет. Вообще, раз переговоры, то тут даже и речи не может быть в этом. Но если этот процесс ни к чему не привёл, ни к каким договорённостям, тогда остаётся так, остаётся действие в разделе, прописанное в разделе коллективные трудовые споры. А мы с вами понимаем, что вот здесь уже под коллективными трудовыми спорами, именно потому, что есть отдельный раздел переговоры, здесь уже речь идёт о том, что не договорились они. Не договорились они там, где были переговоры. Три месяца выделено. Можно было и целый год переговариваться, только менять состав. А раз не договорились, значит, здесь тогда идёт вопрос, стоит вопрос о том, что сила аргументов начинает заменяться аргументами сила. Какой силы? Как эту силу применять? В какой степени? Скажем, вот есть такие, можно сказать, тупые забастовки, когда останавливаются все и разоряется предприятие, и работники лишаются предприятия, и капиталисты решают, и что, и чего добились, и чего достигли. Это же таким образом вы не решите никакие проблемы. И наоборот. Вот те же самые докеры, чтобы, так сказать, продемонстрировать работодателю, что они владеют обстановкой, они воспользовались определением забастовки, которая гласит, что такое забастовка? Это полное или частичное прекращение работы для достижения выдвинутых требований. А частичное какое? Ну, такое надо. На час позже начинать. Или на час раньше уходить на обедный перерыв, погулять перед обедом. Или на час раньше уходить с работы. Или на час после обеда отдохнуть, прежде чем приступить. Пусть оно уляжется. И так далее. А можно два, а можно три, а можно четыре. И надо сказать, что когда встал вопрос о выходе из этого забастовочного состояния, очень трудно было вернуть людей к тому, как они работали. Они работали на один час меньше, получали почти такую же зарплату, потому что они просто в оставшееся время энергичнее работали и нормы выполняли, и перевыполняли. Они не выходили на работу в субботу и воскресенье, потому что нельзя заставить выходить. Ну, не хочется человеку выходить, нельзя обязать выходить. И это было использовано во время забастовки. То есть это было дополнительное требование. То есть для работодателя это означало, что вот в районе Автова огромные потоки вагонов и поездов грузовых стояли. стояли. А никаких требований к рабочим предъявить было нельзя, потому что, ну, нет энтузиазма такого трудового работать и выполнять норму на 180%. Нормы надо было выполнять на 102%. То есть всё выполнено. Сказать, что вы не выполняете производственное задание, нельзя. В субботу и воскресенье не выходят, сверхурочные не выходят. Кто выходит сверхурочных, штрих-брехер. Кто в субботу и воскресенье пошёл, штрих-брехер. И так далее. То есть их профсоюз преследовал, но по общему решению. Но каких-то санкций со стороны работодателя просто не могло бы. Поэтому вот политический подход состоит ещё и в том, чтобы рамки конфликта не расширять больше, чем они есть. Если это конфликт локальный, то вот скажите, пожалуйста, как можно одновременно, можно ли одновременно повысить зарплату и увеличить прибыль? Есть такие варианты деятельности, которые, скажем, конфликтологи должны были бы предложить? Есть или нет? Увеличить норму, при этом которая должна быть натработать. Увеличить норму это означает интенсификация труда. Вы различаете интенсификацию труда, интенсификацию производства. Производительность труда это другое дело. Производительность труда с увеличением нормы не увеличивается, а просто с увеличением нормы увеличиваются затраты. Если от меня требуют быстрее двигаться, то график-то не рейный будет, а вот такой. То есть постепенно человек все больше и больше тратит, и это может привести просто к нарушению его функций. А вот производительность труда на чьей стороне лежит прежде всего? На той стороне, у которой в руках средства производства. У кого в руках средства производства? Они в руках у собственников, у работодателей. Значит, что должен сделать работодатель? Он должен обеспечить обновление парка оборудования, обновление и расширение парка оборудования за счет современной высокопроизводительной передовой техники. А. Но Б. Если вы купите технику и скажете, давайте работайте на новые техники, а это надо переобучаться, это надо преодолевать какие-то сложности, если вы зарплату не повысите, вы новую технику не освоите, а эта техника будет валяться. И у нас даже в последнее время существование социализма много было заводов, купленных за границей, и так они в разобранном виде и валялись, пока они не прожавели и не исчезли. Поэтому вообще всегда стоит вопрос освоения новой техники, и он может занять год, полтора, а если нет символов у работников, то это пустые деньги, выброшенные деньги купить технику. Вот это конфликтологи могут объяснить капиталистам, что если вы хотите повысить, увеличить свою прибыль, надо повысить производительность труда. Что происходит с затратами при повышении производительности труда? Если у нас, скажем, было, если у нас сумма заработной платы была Z, а количество продукции U, то вот если количество продукции увеличивается, вот эта дробь, зарплата, деленная на количество продукции, означает затраты на зарплату единицы продукции. Затраты на зарплату единицы продукции. Значит, с ростом производительности труда затраты на зарплату единицы продукции, вот при этом вот самом движении, они падают. То есть зарплата возрастает, то есть можно её повышать. И если она растёт, эта зарплата, вот если она тоже возрастает, зарплата, но меньшими темпами, чем производительность труда, то есть если Q растёт быстрее, чем Z, что получается? Получается, что затраты на зарплату в расчёте на единицу продукции сокращаются. А дальше капиталист считает издержки производства. Значит, у неё зарплата в расчёте на единицу продукции стала меньше. Значит, прибыль на единицу продукции стала больше. Значит, прибыль у неё стала расти. То есть она растёт не только тогда, когда вот этого нет. Так она понятно, что растёт. Но она растёт и в этом случае, но при одном условии, что темпы роста Q больше, чем темпы роста Z. Вот если это имеет место, то это вот тот самый компромисс, который означает повышение прибыли работодателей при повышении реального содержания зарплатной платы. По идее, государство, которое написало в том же кодексе 130-й статье, что оно гарантирует, государство гарантирует в 130-й статье, обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Что для этого должно было делать государство? Не ограничиться тем, что оно написало в законе, а заниматься научно-техническим прогрессом. Занимается наше государство? Очень слабо. Наше государство занималось до последнего времени тем, что отвозило наш газ и нефть, и там на вырученные деньги покупали то, что нам надо. А как только у нас оказались санкции, и нам не получить эту самую новую технику, то хорошо, что мы можем купить в Китае и Белоруссии, и на Тайване эти же самые санки. То есть, если этой линией не проводится, то это государственные гарантии оказались просто словами. Гарантии вроде как написаны, но кто за них будет отвечать за эти гарантии? Государство, как известно, перед государством только может отвечать, поэтому никакой ответственности нет. Но объяснить это капиталистам возможно. У меня была такая ситуация, я разговаривал с генеральным в присутствии группой товарищей, которые выделены были как работники, которые являются представителями коллектива на переговорах, с генеральным директором первой севедорной кампании. И он послушал и вполне с этим согласился. Потому что как с этим я не согласился? Потому что это обыкновенный расчёт. Но что это означает? Какие к этому ведут пути? К этому ведёт, во-первых, переоснащение, замена устаревшей техники. Эта замена, это вообще не относится никак к прибыли, это называется амортизация. Амортизация – это замена той техники, которая уже морально устарела. И материально устарела. Сколько, какой должен быть возраст техники, чтобы она была современной, и чтобы мы могли говорить о научно-техническом прогрессе? Есть расчёты, что цикл появления новой техники примерно 9 лет. То есть не должно быть на предприятии станков и оборудования в возрасте больше 10 лет. Как вы думаете, у нас какая картина? У нас такая картина, которую я могу вам рассказать. Наша картина состоит в том, что у нас очень старое оборудование по 40 лет и по 50 лет. Техники новые очень мало, и это и замены не делается. А что с амортизацией? Во-первых, амортизация делается по малой норме, она должна быть нормой 10%. То есть если одну десятую заменяем, 10% идёт на амортизацию. Не в прибыль, это должно быть в издержке. В масштабах страны, я вам прикинуть могу, эти расчёты, они получаются такими. У нас примерно 74 триллиона – это объём наших активных производственных фондов. То есть как раз машин, оборудование и так далее. Активно. 10% от 74 триллионов – это 7,4 триллиона. И вот когда начинается обсуждать вопрос, что нам нужны инвестиции, нам то всё, говорят о каких-то миллиардах. Да у нас один Захарченко 8 миллиардов просто в сумках держит в комнате. О чём говорить? 7,4 триллиона должно естественным порядком вкладываться туда. А куда они попадают? Значит, предприятия делают себе норму амортизации в 100 лет. Вот, скажем, либо завод Сестрорецкий написал «100 лет амортизации». То есть одну сотую откладывают, а куда тогда попадают денежки эти? В прибыль. А прибыль куда потом идёт? В офшоры. А потом Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич пытается из офшоров вернуть. Это всё равно, что рыбу ловить за хвост, когда она уже уплыла. То есть вот… То есть это вопрос, который можно решить и законодательным путём. Скажем, амортизация, соблюдение нормы амортизации до 10%, оно является обязательным. Оно было вообще для первых лет существования капитализма вообще было обязательным. Бухгалтерия – это ведение книг бухгалтерских. Бух – это книга. Галтер – держатель книг. Держатели книг. Вот книги держали и там читали, сколько нужно. Поэтому капиталисты у нас, к сожалению, новоявленные, они не соблюдают капиталистических норм амортизации. Дальше. Есть второй источник – часть прибыли. Капиталист, который совершил один цикл производства, должен накопить известную часть прибыли и отправить её снова в производство на расширение производства, обновление производства и на увеличение рабочих мест. И тогда у нас будет не умирание предприятия, как сейчас у нас, всё меньше, 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 не потому, что там выше производительность труда, а потому, что просто они хереют и умирают. Причём хорошее предприятие, скажем, вот тот же ГАЗ, который заменил Волгу самой худшей американской машиной – это Крайслер. Волгу Сайвер сделали для… Какое-то время она там побегала, а кончило дело тем, что уничтожили конкурентов в виде Волги. Вместо того, чтобы Волгу обновлять, переоснащать и так далее, и так далее. Или, скажем, аналогичные процессы, которые мы наблюдаем, мы наблюдаем, что что-то пытаются закупить, а не сделать новые, современные и так далее. Была такая идея, дескать, давайте сделаем 25 миллионов передовых рабочих мест. Наверное, в такой лоск он тоже ходил, и Владимир Владимирович высказывался на эту тему. Но они же не в воздухе висят, эти 25 миллионов. И что надо сделать на предприятиях, это значит, надо накоплять. А у нас прибыль вся отправляется за границу. А вот то, что идёт, инвестиции зарубежные, это, как правило, инвестиции, которые наши же. Капиталисты, имеющие там в офшорах зарегистрированные фирмы, вкладывают обратно сюда, но оттуда. Но, как вы понимаете, туда уходит много, а обратного приходит мало. Наш Центробанк регулярно сообщает, а как с выводом денег из России дело обстоит. У нас, говорит, колоссальный прогресс. В прошлом году, в 2016-м, вывезли только 300 миллиардов. А это прогресс, потому что ещё, если бы 5 лет назад взять, то было 500 миллиардов. То есть деньги рекой уходят. Потому что прибыль не вкладывается в производство, уходит туда. Ясное дело, что какую роль здесь прогрессивную, со всех точек зрения, с точки зрения развития производительных сил, могут выполнить рабочие. Вот этой своей, даже борьбой за повышение своей заработной платы, вот по этой линии, по линии повышения производительности труда. Если они будут настаивать на вложении части прибыли в производство, а государство при этом установит норму, скажем, для государственных предприятий 80% прибыли должно быть направлено в производство. А для предприятий не государственных, просто частных, ну, скажем, 60% или 40% или 30% – здесь вопрос не в конкретное увеличение. А у нас происходит сейчас, что наши государственные предприятия, они, по идее, находятся в рамках единого предприятия. Это же один собственник. А если это один собственник, значит, это одна монополия. А раз это одна монополия, должен быть план. Нету ни одной в мире монополии еще, кроме нашей российской экономики государственной, в которой бы не было плана. Нету таких больше. Вы возьмите любую монополию, у нее есть план. Естественно, но за рамками этого, там уже планом вы не можете действовать, за рамками вы можете давать заказы частным капиталистам, чтобы они могли выполнять то, что укладывается в планы программу развития России. А и программы развития России тоже нет. И концепция социально-экономического развития начали ее разрабатывать, разработали, одобрили и замолчали. Тут у нас были дни петербургской философии, приезжал Степашин. Это еще когда был наш прошлый декан, тут жив. Он член Совета Федерации, человек влиятельный, пригласил. Солонин Юрий Никоев-Рыч. Степашин выступает, говорит, вот, мы контролируем то-сё. Я руку поднимаю, можно ли мне вопрос? Солонин говорит, ну, Михаилович, только коротко. Я говорю, товарищ Степашин, вот вы являетесь председателем счетной палаты, а вы не контролировали, как выполняются концепции социально-экономического развития России. Он так заулыбался сразу, говорит, ну, она корректируется. То есть не действительность, так сказать, приспособлять к той идее, которая направляет, так сказать, ее преобразование, а наоборот, вы сделали план, если у вас этот план пошло не так, ну, и переделайте его в этом плане. И вообще об этом замолчали. А что делают тогда предприятия? Они в таком же положении, оказывается, как вот в переходном периоде в Китае или как в переходном периоде в России были государственные предприятия. Вот у нас это был, называется, госкапитализм. Сектор целый госкапитализм. И вы хотите, чтобы госкапиталисты не действовали не как капиталисты? Это странно. Это же госкапитализм. То есть вот, например, товарищ Сечин руководит Роснефть. Он же представитель государства. Но что они делают? Они сначала набивают себе большую зарплату. Это же издержки. А прибыль они должны отдать всё государству. А прибыль – это за рамками уже этой зарплаты. Вот, скажем, в Роснефть члены правления получают по 24 миллиона в месяц. Это всё издержки. Ну, если останется прибыль, они честно отдают государству. Так. Газпром. 15 миллионов в месяц. Я вот уже некоторые загрустили. Представили, что им 15 миллионов в месяц будут выплачивать. Что делать с этими деньгами? Ведь убьют же. Начнут смотреть, куда их прятать, куда девать, как тратить. Это страшное дело. Ну, там есть бедняки у нас, вроде ОРЖД, типа 5 миллионов члены правления. Скажем, Сбербанк наш, тоже государственное предприятие в основном. Там есть маленькая доля, в том числе доля руководителей акций купили. Это называется приоритизация частичная. Вот. Там картина такая. Свежих данных у меня нет. Данные за 7-8 год. В 7-м году перед кризисом члены правления получали 3 миллиона 700 тысяч в месяц. А потом грянул кризис. Тогда членов правления стало количество увеличиваться. На 3 человека увеличили. Везде начали сокращать, а в банке, значит, членов правления. Надо же в тяжёлое время подкормиться, помочь товарищам. И на 300 тысяч в месяц меньше стали получать. Только 3 миллиона 400 тысяч. Представьте себя на этом месте, что вы стали в месяц получать на 300 тысяч меньше. Вот горе. То есть, это картина какая? Это картина современного состояния нашей экономики. Потому что мы должны понимать, что наши эти все конфликты, как они разрешаются, как они проходят, они проходят на фоне того состояния экономики, которое, с одной стороны, это очень возрастлённая и сильная экономика, 70%. С другой стороны, в ней всё время пытаются нас что-то приватизировать постоянно. Например, «Роснефть» купила «Башнефть». Ну, «Роснефть» – это государственное предприятие. Какая же это приватизация «Башнефть»? То есть, это даже смешно. Даже под понятие «приватизация» не проходит. Государственная компания купила частную компанию. Ну, «Башнефть». Тоже государственная, да? Она была в... Ну, частично государственная. Да. В Казахстан. Там правительство... Да, 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 да. Она тоже, значит, тоже. Приватизировали её. То есть, приватизировали, купила государственная другая компания. Какая это приватизация? Теперь, значит, с грустью. Тут недавно товарищ Набиулина сообщила, что нам придётся отложить года на 3-4 приватизацию «Сбербанка». С какой-то такой грустью. Потому что иначе мы тут вот... То есть, такие идеи всё время витают. Но процесс, если мы наблюдаем динамику, то мы видим, что быстро растёт государственный сектор. И неостановимо. Потому что ни ракеты «Калибр», ни самолёты, ни другие средства очень серьёзные, высокотехнологичные в ларьках и в гаражах не сделаешь. Поэтому нигде в мире высшие достижения научно-технического прогресса не делаются в каких-то живопырках, которые нам всё время пытаются поддерживать. И уже столько денег на эту поддержку брошено было много. Я однажды наблюдал, как Дмитрий Анатольевич разговаривает в Ярославле с теми, кто решила открыть своё дело. Одна девушка такая молодая говорит, я буду производить цветы. А государство выделяет 50 тысяч на это дело. 50 тысяч, конечно, это крохи. Ну, выделяют. А второй говорит, я вот буду, три козы куплю и буду их там выращивать. Ну, вот представьте себе, вот вам дали 50 тысяч, сказать, разводите цветы. Но цветы вы вырастите, вот я готов поверить. Вот весной посадите, купите хороших семян, там скопаете и так далее. А вы посмотрите, где вы будете продавать цветы? В метро? Где милиция, так сказать? Ну, а если она не прогоняет, то стрижёт. Те, кто там продаёт. Потому что там нельзя продавать. То есть вы нелегально будете продавать цветы. А вы видите, что всё централизовал оранж. Голландцы. Голландские компании. Вы думаете, они из Голландии вам цветы везут? Допустим, в Гвозди. Нет. Я вот интересовался, откуда это Гвозди? Это из Акападора, говорит. В Москве. Но привозят голландцы. То есть они мировой монополист в этом отношении. Они все потоки замыкают на себя. Они сами много производят цветов. И они, так сказать, если вы тоже производите, давайте сюда ваши цветы, и всё будет хорошо. Так же действует и наша Роснефть. Мы же не только сами производим нефть. Мы начинаем скупать всякие там нефтяные предприятия в других странах. А зачем? Что у нас мало нефти? А зачем? Что прибыль больше? И мы, так сказать, можем там построить, и оттуда качать, и так далее, и расширять поставки. Это естественное явление для капитализма. Поэтому есть неостановимый процесс развития концентрации, централизации и так далее. Вывод какой мы, следовательно, должны сделать в отношении переговоров? Что переговоры надо вести по такой линии, которая в этих условиях вовсе не нацелена на какую-то победу над представителями другого класса. А нацелена на одновременное улучшение положения и работников, и капиталистов. Как это не может кому-то нравиться, но вот так обстоит дело. То есть вот должны те и другие думать о повышении производительности труда. И когда вы берёте коллективный договор, там должно быть всё к этому сведено. А если у вас меньше болеют работники, вот вы там предусмотрели дополнительные выходные дни, дополнительные дни отпускные, вы предусмотрели там отправление в профилакторию, в санаторий, за счёт предприятия. Это выгодно капиталисту, если он такой культурный, грамотный капиталист. Но это значит, что у него не будет сбоя на производство, у него хорошие специалисты, они будут прекрасно работать, и у него не будет. Раз, все заболели, у него всё нарушилось, и потом он объясняет, ну за что я мог сделать сам для себя. Тогда я поеду на Канар. И до Канар он доедет, но предприятие пропадёт. У нас сколько пропадает предприятие прямо на наших глазах. Потому что эти самые капиталисты ведут себя как безграмотные. Но те же самые коллективы, они должны думать об этом предприятии. Предприятие – это то место, на котором они работают. Это вот противоречие связано с этим предприятием. Его не надо уничтожать, надо поддерживать его. А как его поддерживать? Вот повышать производительность. И требовать от собственников повышения производительности строя, но и осваивать. Ну понятно, что надо требовать и зарплату. Никто, профсоюз даже если будет представлять, но если зарплата не будет повышаться, этой техникой никто не будет заниматься. Вы привезли новую технику, я должен мучиться сам её осваивать, а мне ничего, никаких копеек за это не дали, я не буду это делать. Вот она у вас сгниёт, ваша техника, тогда вы поймёте, что надо было пойти навстречу. Поэтому какой бы вы раздел ни взяли, раздел отдыха или медицины, здравоохранения, ну хорошо, человек, у него не хватает денег на том, что себе поставить протезы. Понятно, говорят, всего почти 15 тысяч или 25 тысяч. И мы вам шуруп введём, вкрутим вам вместо вашего зуба. Я разговаривал с одним врачом, зубным техником, сестра Рецки, в платной клинике. Он говорит, я категорически противник этих самых имплантов, имплантов, потому что это что значит? Ваш организм, говорит, отторгает. Это вы же туда вкрутили металл, прямо в челюсть. В челюсть, как в дерево, это вы вернули туда. Там тут-то зуб, а вообще-то это шуруп. Шуруп вы вернули. А что нормальная реакция? Какая человеческая? Оторгать чуждое. А чтобы оно не отторгнуто было, нужно вас кормить лекарствами, которые способность организма отторгать то, что ему чуждо, гасит. Ну, конечно, вот ваш зуб, возможно, приживётся, у некоторых приживается, у некоторых нет. Но у вас валячка другая может выскочить, связанная с тем, что ваш иммунитет упал. И так далее. Поэтому вы тут такое серьёзное приключение. Поэтому, говорит, если можно это обойтись, лучше это обойти. Ну, это, говорят, люди, которые этим занимаются специально. Которые делают. Скажем, ну, для меня это было интересно, потому что я представитель такой профессии, где у меня рот закрыл, рабочее место убрано. Поэтому об этом надо думать. И вы так во многом будете представителями такой профессии. Как у нас раздел условий труда. Если люди устают, если им трудно там дышать, если там высокая температура, влажность, если там электромагнитные колебания, если там вибрационная опасность. Если вот все говорят, сейчас вот новые средства производства, они позволяют заворачивать гайки. Как? Если вы посмотрите на рекламу Ford Motors Company, там гайковёр электрический. Эти самые электрические. Как он заворачивает? Там всё это вот вибрационным образом. Всё это выводит. А что будет у вас, если вы 15 лет таким вот путём заворачиваете? Будет вибрационная болезнь. Будут у вас болеть все вот эти кости, мышцы, и её не будет ни убрать. Дескать, ну ничего, придут другие. Моложе и лучше. Но это не будут такие специалисты. То есть, если человек интересован в сохранении такого квалифицированного состава, его совершенствования, потому что если человек совершенствуется, он и растёт всё время, и квалификация. То есть, асы, вот мне рассказывали потомственные такие рабочие, что чтобы стать, скажем, модельщиком, делать модели для литья точного из Ивановского завода и в Текмаш. Надо 13 лет. Это научиться можно. Быть там рабочим. Вот я, например, рабочим. Рабочим у нас была средняя политехническая школа, и мы три года, два дня в неделю работали на заводе. Я был токарем. У меня есть первый разряд токаря и удостоверение. Я больше никого не видел в России, у кого есть первый разряд токаря. Меньше третьего никто не даёт после ПТУ. То есть, если бы я был спортсменом, то первый разряд это хорошо бы смотрелось. Но совершенно понятно, что да, я могу работать. Я там работал целый месяц летом, зарплату получил, домой принёс. Но надо понимать, что есть представители пятого, шестого разряда, которые делают то, что другие просто не... А вы можете иметь любой разряд. Но, например, на том же Балтийском заводе мне показывали человека, который вытанчивает вал для грибного винта. корабля. Вот делают, допустим, корабль, а там охота. Но там несколько винтов. И там есть вал. Вот тот вал, который мне показывают, 4 метра был. Вот такой. Такого диаметра. И один человек на Балтийском заводе может надёжно вытащить этот вал. Потому что он точит, 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 точит другой. Вот уже он 3 метра, 75 сантиметров. Всё хорошо, а потом запорол. Несколько десятков микронов ушло не туда. И всё. Выкидывай этот вал, следующий начинай. И так далее. И сколько ни начинаю, если человек вот такого опыта не имеет такой квалификации, которую, в общем, её никак не преподашь. Это вот искусство уже. Искусство, которое вырабатывается благодаря тому, что человек в этой стихии работает. И он чувствует металл, чувствует станок. И вот они одно целое представляют. И он, значит, чувствует, как надо себя вести, чтобы вот и на выходе вот его горяченькие достают. Вот этот 4-метровый, да. А не будет этого человека. И будете вы без корабля. Что такое? Нет квалифицированных рабочих. Я уже не говорю о том, что у нас, скажем, и ПТУ позакрывали почти все. Ну, неважно. Есть подготовка на самом предприятии. Ну, так на самом предприятии сколько времени нужно готовить? А как платить надо тем, кто готовится? Если он готовится только несколько месяцев, то он будет плохой, рабочий. Значит, надо больше готовить. Если малый... А ему кушать надо, между прочим. Он больше месяца без еды не проживёт. Если вы не будете ему хорошую плату класть за обучение, в период обучения, и перспективы у него будут такие, что он не будет потом 13 тысяч получать, а будет 35-40 получать или 60. Вот докеры получают где-то 80-90 тысяч по коллективному договору. Но они бы столько не получали, если бы не вот их постоянная такая профсоюзная борьба и переговорок, которые частично ограничиваются именно переговорами, а частично сила аргумента заменяется аргументами силы. Поэтому вот мы должны на эти переговоры посмотреть с таких вот созидательных позиций и в то же время с позицией, что не надо рамки экономической проблемы расширять, в некоторых случаях, до политических проблем. Хотя не забывать об этом, конечно, не надо. Спасибо за внимание. Спасибо.